Это новый выставочный зал Музея археологии при университете имени Каразина. До этого он находился в помещении Музея природы. Первые коллекции начали формировать еще с момента создания университета, рассказывает директор музея. Но после гражданской войны многие находки были утеряны. На сегодня коллекция насчитывает около 300 тысяч экспонатов. Коллекции огромнейшие. Они представляют материалы раскопок различных экспедиций, скифских, средневековых экспедиций, экспедиции по изучению памятников бронзового века, античных экспедиций несколько. Сегодня их работает в университете пять. Первые раскопки двух наиболее известных на сегодня археологических памяток Харьковщины, Верхнесалтовского могильника и Донецкого городища были проведены в далеком 1902 году. В это же время были открыты основные археологические культуры бронзового века. Это железные топоры, наконечники копий, сабля из кремации. То есть у них был обряд погребения как кремация. И людей сжигали и клали туда, соответственно, в кремацию вещи. То есть специально сгибали, чтобы ими не могли пользоваться. Это различные горшки. Некоторые горшки украшались клеймами на дно. Второкурсник Алексей Потоцкий увлекся археологией еще в школе. Говорит, за это время провел много исследований. Сегодня его раскопки представлены в экспозиции Бельского городища. Оно самое большое и одно из самых исследуемых на сегодняшний день. Исследуется оно данным университетом уже более ста лет. И получается, что с него собран огромный материал археологический. То есть это и греческий импорт того времени, который позволяет сделать датировку дополнительную. Это и металлические какие-то предметы. Это и керамики огромное количество, и культовых предметов. Многие находки из огромной коллекции еще хранятся в ящиках, рассказывает директор музея. Для них готовят специальное подземное хранилище. Экспозиции будут постоянно обновлять, и каждый раз посетители некоторые экспонаты будут видеть впервые.